Всем доброго времени суток! Я рада приветствовать представителей знака ОВИН на своем канале. В данном видео я буду выполнять терраскоп на месяц, на ноябрь месяц 2018 года именно для вас. Работать я сегодня буду со Стимпанк Тару. Традиционно буду выкладывать 6 позиций, а именно общую атмосферу месяца, а также события в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И вы получите от карт совет на месяц, как наиболее продуктивно провести вам данный период. Хочу напомнить, что расклады выполняются на общих основаниях для многочисленной аудитории, поэтому он не может в принципе проиграться 100% именно для вас, потому что знак зодиака у вас один, а асценденты абсолютно разные. Соответственно у кого-то проиграться 100%, у кого-то частично, у кого-то вообще может не проиграться. Поэтому смотрите не только по знаку зодиака, но и по асценденту, дабы сопоставить события, которые происходят в вашей жизни. Работаю я и на прямых, и на перевернутых арканах. Поэтому если у вас выпадут хоть все 6 перевернутых арканов, это говорит о том, что таким потоком вам идет информация. Так, настраивайтесь, пожалуйста, на работу, проговаривайте свое имя, дату рождения. Будем смотреть, о чем же нам вещают карты. Итак, общая атмосфера месяца. Что у вас ожидает в плане работы? Финансов. Здоровья. Личной жизни. И совет от карт. Ну, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. У вас здесь падает двойка жезлов. Сама по себе ситуация выбора, новые перспективы, новые возможности. И, знаете, желание как бы уйти к новым горизонтам. То есть попробовать что-то новое. Либо заняться новыми проектами. Либо в целом развить себя с новой точки зрения. Это касается абсолютно любой сферы жизни. То есть это может соотноситься как с работой, так и с личной жизнью, так и в целом с вашей духовной работой. Духовными практиками, медитациями, в целом вашим личностным ростом. Но то, что по двойке жезлов вы хотите, скажем так, сделать какой-то равноценный выбор и новые возможности, это однозначно. Что у вас ожидает в плане работы? Так, девятка мечей. Почему-то здесь у вас очень много страхов, очень много эмоциональных переживаний. В целом могут быть бессонные ночи. Либо какие-то внутренние терзания. Давайте посмотрим, с чем конкретно у вас это будет связано. С чем конкретно? Так, здесь у нас падает перевернутая десятка жезлов. Да потому что вам уже либо надоело тянуть груз обязательств, сейчас покажу в прямом положении, чтобы было понятно, да. Соответственно, вы хотите от них избавиться, сбросить тяжелую ношу. Либо вы в целом эмоционально и физически уже истощены и больше не тянете. Поэтому у вас очень сильные переживания будут по причине того, что, скажем, ну слишком много вы на себя всего возвалили. Если на текущий момент у вас ситуация безработицы, то работу в этом месяце вы не найдете. Если все-таки вы наемный работник, либо у вас свой какой-то бизнес проект, свое дело, то это сама по себе ситуация усталости. Либо здесь какие-то, знаете, еще могут быть страхи. Например, вы не можете присутствовать на работе по ряду причин. Там приболели, уехали. И переживания, кто же будет тянуть эту лямку вместо вас. Еще отыграется именно так. Так, что же у вас здесь в плане финансов? В плане финансов как раз перевернутая пятерка Пентакли. Покажу вам ее так. Как выход от состояния кризиса, финансовых трудностей, либо каких-то финансовых проблем. Кстати, эти переживания тоже могут быть с этим связаны. То есть, например, где найти новые источники дохода? Либо каким образом приумножить свою прибыль? То есть, если вы наемный работник, то, безусловно, каким образом можно договориться с руководством о том, чтобы вам подняли зарплату, либо вы получали какие-то бонусы, премии. Если у вас свой бизнес, то по этой карте однозначно найти новую клиентскую базу, новых деловых партнеров, куда бы решить этот финансовый аспект. Что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья у вас здесь падает семерка жезлов. Но это сама по себе карта очень хорошего, крепкого иммунитета. Когда вы обороняетесь и болезням, сопротивляетесь в целом каким-то... То есть, и хандре, и плохого самочувствия, и депрессивным состоянием. Потому что семерка жезлов, она указывает на то, что даже, вот если, например, вы приболеете, но это какие-то респираторные заболевания, то они вас не смогут подкосить. Потому что здесь, ну, вы будете либо предпринимать сразу какие-то меры профилактические в целом, не знаю, там, пить чаи, да, либо лечиться какими-то легкими препаратами. Потому что это, как правило, скрытое течение болезни. То есть, проблемы, которые не вызывают опасений. Здесь может быть слабый иммунитет, но и вы будете каким-то образом пытаться эту ситуацию исправить. Что же у вас в плане личной жизни падает? Здесь у нас падает перевернутая семерка мечей. Сейчас будем прояснять ситуацию, чего конкретно она здесь касается. Карта предательства, карта воровства. То есть, о чем она говорит? Либо вы можете узнать о предательстве со стороны ваших близких людей, либо вы сами можете решиться на адюльтер. Это независимо от того, как вы смотрите, мужчина или женщина. Если на текущий момент вы одиноки, то люди, с которыми вы будете знакомиться, будут лживыми. То есть, вы не сможете с ними построить какие-то длительные и стабильные отношения. Давайте дотяну вам на личную жизнь. Что же здесь у вас конкретно? Как отыграется? Ну, вот она, ваша перевернутая тройка кубков. Видите? Одно к одному. Посмотрите, я вам даже покажу в прямом положении. Видно, да? И в перевернутом. Вот в связке эти карты еще очень часто указывают на ситуацию, когда, например, вы не свободны, состоите в браке, либо в отношениях. И к вам может вернуться бывший товарищ. Имейте это в виду. Либо партнерша, если смотрит мужчина. Мужчина сразу начинает писать, это расклады только для женщин. Нет, и расклады являются универсальными. Либо же, повторюсь, у вашего партнера может возникнуть интрижка на стороне, вы об этом узнаете. Причем связь эта, которая тянется из прошлого. Так что будьте, пожалуйста, бдительны. Если есть к этому предпосылки, то есть думайте на несколько шагов вперед, дабы обойти вот эти вот проблемы, чтобы они не имели перспектив восстановления. Если, например, гуляет ваш партнер, либо партнерша. Если вы сами, то, безусловно, тут вы уже решаете, как вам лучше. Ну и совет от карт. Совет от карт у нас здесь падает. Перевернутая пашкубка. Ой, ну что мне вам сказать. Сама по себе карта, да, романтических сообщений, любви. Но вместе с тем, понимаете, это карта наивности, либо карта каких-то беспочвенных иллюзий. Почему? Потому что данный аркан указывает на наивности, на ситуацию самообмана, вашей излишней доверчивости, открытости. Либо, знаете, вот какие-то взгляды, что, например, человек изменится, ситуация изменится, был каким-то образом улучшение. Но аркан говорит о том, что не нужно открыто проверять свои чувства. То есть даже к вам человек возвращается, не спешите открывать душу на распашку. Избегайте наивного самообмана. То есть старайтесь по возможности сами контролировать свою жизнь и возникающие в ней ситуации. Учитесь самостоятельно принимать решения. То есть будьте внимательны и осторожны. Не забывая о том, что внешность и слова, то есть даже в виде страстных для твоей обещаний, они бывают очень часто обманчивы. Но что могу вам сказать сразу? Месяц для вас не является значимым, либо переломным. По какой причине здесь нет старших арканов. Поэтому все вот эти перемены, даже если они будут касаться каких-то негативных аспектов личной жизни, они не будут значимыми. Во всяком случае, это знаете, как начало какого-то этапа. А что это выявляется в дальнейшем, это уже другой вопрос. Но тем не менее, вы сами можете руководить своей жизнью. Искренне вам желаю от всей души, пусть у вас здесь сбудется все хорошее. Кстати, видите, двойка жизлов, ситуация выбора может быть еще из нескольких партнеров. Вот ваша общая атмосфера месяца. Я уверена, что вы сделаете правильный выбор. И искренне, и от всей души я вам этого желаю. Благодарю вас за просмотр. Всем, кого интересуют индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А с вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok